Роль прессы в предвыборный период, как должны себя вести журналисты, чтобы не изменить принципам профессии, предоставить электорату исчерпывающую информацию о кандидатах и при этом не влиять на выбор граждан. Об этом накануне в институте Харримана Колумбийского университета в Нью-Йорке рассуждали журналисты и политологи. Главным гостем встречи стал Павел Коныгин из российской новой газеты. Участвовал в дискуссии Линкольн Митчелл из New York Observer. Много говорили о сходствах и различиях в подходе к освещению предвыборных кампаний и самих выборов в США и России. Отдельной темой беседы стало сравнение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Этот вопрос вызвал наибольший интерес публики. Участники дискуссии пришли к выводу, что сходство очевидно. Сегодня здесь много рассказывалось о том, насколько похож Владимир Путин на Дональда Трампа и насколько Дональд Трамп похож на Путина. Есть, конечно, у них что-то общее, потому что, конечно, оба они эксплуатируют образ такого сильного, мускулинного руководителя, альфа-самца, можно назвать как угодно, который справится со всеми проблемами. Но если Дональд Трамп только представляет этот свой имидж широкой публики и пытается завлечь аудиторию, чтобы она купилась на это, то Владимир Путин уже давно находится, что называется, на коне. И в государственных медиа, вообще во всех крупнейших медиа он представлен как не просто сильный лидер, как альфа-самец, но и как незаменимая безальтернативная фигура, которой нету равных. И если вы, россияне, хотите в своей стране стабильности, то должны ставить только на него, а все другие страну просто профукают, не справятся. Посмотрите на них, да это же все агенты, шпионы, госдепы и ЦРУ. К сожалению, вот такая риторика, она опять же подчеркивает неуверенность, наверное, неуверенность власти в себе. Павел Канегин освещает американские выборы. Он оказался в США в разгар подготовки и в сам день проведения праймерис в Нью-Йорке. Он работал во всех районах города, пытаясь понять суть нашего политического процесса и сравнить его с российскими реалиями. Мы говорили сегодня о формировании имиджа кандидатов, демонстрации президентской силы. В ходе американской предвыборной кампании мы видим много отсылок к Путину. Кандидат, к примеру, говорит, как ты планируешь вести переговоры с Владимиром Путиным, если даже не в состоянии появиться на дебатах. И все в том же духе. Так что мы попытались рассмотреть формирование образа сильного лидера в российской и американской политике. Конечно, несмотря на определенные сходства, медиа в наших странах работают по-разному. В России СМИ занимаются лишь постоянным поддержанием имиджем лидера. У нас же идет борьба за победу на выборах.